Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 29 июля и время 8 часов вечера. Время, а погода 22 градуса тепла продолжается. Все еще светло, кстати, в Лондоне в такое время. И я хочу еще дополнительно сегодня рассказать о том, что же там с этим всяким разным вот этим происходящим, как говорится, вокруг Пурышской Олимпиады. Ну, понятно, народ стоит на ушах, кто радуется, кто грустит, кому что. То вот только что прошла информация, кстати, что кто-то был задержан в Швейцарии на границе с Францией. Хотел вылететь во Францию, но его задержали, потому что он, скорее всего, хотел произвести какой-то ты-акт. Вот видите, как раз мы про Манчестерский аэропорт сказали перед этим. Кто не посмотрел, посмотрите, очень интересно. Ну, и немножечко там надо дополнить про этих полицейских, что полицейские вели себя странно. Все время ведут себя странно. Они тоже люди, между прочим. Вот, например, когда полицейские в ЛИЦе хотели задержать родителей, которые, ну, помогали социальным службам отбирать детей у родителей, которых там обзывали всякими нехорошими словами, но потом уже все телевидение стало их называть корректно Рома. Рома. Национальность. А перед этим крестили их как могли, что вот они такие, они торгуют, между прочим, все знают, чем они торгуют. Это все рассказывалось. Потому что конкретно данная семья, у которой отбирали четверых там детей, она, может быть, ничем не торгует, между прочим. Может быть, они вообще ничем особо не торгуют. И не надо их обзывать при этом тоже всякими разными словами. Но вы же понимаете, есть люди такие, а есть люди другие. И последнее, что я хотела сказать. Там этого мальчика, пока подростка, пилицейский, тащил без всяких там каких-то там, знаете, этих. Ну, тоже как-то это никто не говорит, что это так нельзя делать там. Вот. Ну, потому что одних можно, других нельзя. Вот и вся политкорректность. Так вот, теперь переходим плавно к Олимпиаде. Про Олимпиаду я тоже услышала. Про то, что, значит, корреспонденты стали спрашивать такой какой-то институт. Мужик получает за это бабки. Он расследует именно вот это олимпийские, так сказать, движения, достижения. И когда его корреспондент же стал задавать конкретные вопросы о том, что люди возмущались тем, как открылась Олимпиада в Париже, он так отвечал ей, что вообще даже непонятно, зачем он вообще ей согласился отвечать. Но это тоже такое чисто вот такое британское. Типа, например, вы не знаете, могут тебе сказать, ты говоришь, вот это принц там какой-нибудь, например, Майкл, да? Англичане могут тебе, глядя в глаза, сказать, кто это? Я не знаю, я этим не интересуюсь. Меня это не волнует. Какая там ещё, там вот это, что-то, это меня не интересует. И вообще, погода и поинтересовалась, остальное не интересует. И ты из него не выбьешь, как говорится. Молодые, они немножко другие. А вот эти вот, у них, конечно, по-другому всё. И вот теперь мы с вами перейдём плавно к Олимпиаде в Франции. И я вам сказала, что меня удивило то, что видос Камалы Харрис и видос, который показан, вот этот вот, значит, это, как они называют, контрабершал, такой нецвоеобразный, про якобы пародию на «Тайную вечерю». На самом деле, как бы один режиссёр снимал. И тут я, как говорится, попала. Я взяла и посмотрела, кто будет Олимпиаду следующей на очереди, так сказать, получать. Вот. И выяснила, что я выяснила, сейчас вам расскажу. Значит, на этапе подачи заявок на Олимпиаду, вот эту, 24-го года, были Гамбург, Рим, Будапешт и Бостон. Ну, это я, кстати, знала. Но они потом отказались, все четыре страны. Они сказали, что у нас не тот размер, так сказать, безразмерный, стоимость мы не потянем, ну и сложность организации. Сложно организовать такую Олимпиаду. Значит, Олимпиады 28-го года претендовали Гамбург, Будапешт и Рим. Но тоже они потом, а все отказались. Значит, все это дело, голосование происходило, начинается это все дело в 15-м году, начиналось в январе. Значит, 15 января попросили подать заявки. 15 сентября 2015-го года, значит, начали выбирать, кто что. 7-го, 9-го октября проходил семинар уже этого МОКа, этого несчастного, значит, во главе с Товачим Бахом. Значит, помните, я вам говорила, что Тони Блэр, когда он поехал там в одну азиатскую страну, вот тоже там был семинар, они там собираются, бухают, он туда привез виски, хаггис, и в результате выиграл тогда, значит, в 2005-м году. А здесь, значит, 4 апреля в 16-м году все-таки исполком начал выбирать города-кандидаты. И выяснилось, что никто не хочет, никто не хотел. Ни у кого не было в 16-м году бубосов. И поэтому МОК предложил, предложил сам, значит, вот Парижу и Лос-Анджелесу, вот, значит, что они оба согласились. И этот председатель МОК, товарищ Бах, сказал, что обеспечить стабильность Олимпийских игр для спортсменов всего мира 11 лет вперед мы выбрали, это что-то удивительное. И очень сильно удивился, что эти страны согласились. Это было в 17-м году, они согласились, и вдруг, неожиданно для всех, в 19-м, ну, это, кстати, вот, 16-й год, это выборы в Американской, в Америке, и вдруг, неожиданно для всех грохнул вот этот самый хроновырос. Но сейчас не о нем, сейчас что было сказано тогда. В свою очередь, власти Парижа и Лос-Анджелеса выразили благодарность комитету за его решение. Сегодня я рада пригласить вас присоединиться к большой семье Парижа. Семье, которая принадлежит всему миру. Я очень горда нашей командой, очень взволнована, что мы вернули игры в Париж, заявила мэр Парижа Анн Идальго. Это та самая мэр Парижа, которая обещала скупаться в сене, но не скупалась, не захотела. Значит, по словам главы Лос-Анджелеса Эрика Горсетти, проведение соревнований не препятствует прогрессу города, а сами игры являются силой, которая поможет переосмыслить Лос-Анджелес как лучший город в мире. То есть вы понимаете, что на сухое такое не скажешь. Это надо много выпить, чтобы уже, как говорится, толкать речи. Как сообщает НБС Ньюс, до официального оглашения представители Лос-Анджелеса и Парижа по 25 минут выступали с речью, показывали видео и презентации. От Парижа в том числе было показано заранее записанное видообращение президента Макрона. Я хотел бы вновь подчеркнуть полную приверженность Франции этим играм. В нашем мире сегодня отстаивать ценность Олимпиады означает работать над более широким подходом для более устойчивого общества. Если кто помнит, как раз вот это вот всякое такое, всякое разное. И там в Париже проходил вот это, как он там называется, саммит, вот это про вот это, ну это, который, чтобы был чистый, чистый, там чистые источники энергии. Как это он назывался, я сейчас забыла, да, Парижский какой-то там договор. Там присутствовал даже товарищ Путин. И он присутствовал, товарищ Трамп был тогда президентом в 16-м или может в 17-м году, я не помню, в каком это году было, но они Путина приветствовали, ему руки жали, он такой был приехавший. Тогда его еще принимали. Представляете, какие были времена, а сейчас моменты. Как отмечает телеканал АБС, в Париже из бюджета на строительство спортивных объектов и модернизацию, уже построенных, заложено более 892 миллионов. По данным АБС, арена для водных видов спорта будет построена возле стадиона Сюрды Франца, а станет центральным, он будет центральным стадионом Лейпиады. Власти города также планируют задействовать теннисный корт Ролан-Гарвоз. Его расширение будет вестись за счет частных источников финансирования. Помните, я вам говорила про катарты 10 миллиардов. Также в Париже планируют очистить реку Сену для проведения на ней соревнований по триатлону. И вот уже сказали сегодня с утра, что эти соревнования сегодня должны были состояться, но их отложили, что река все-таки недостаточно чистая. Планировалось построить новые также объекты, и все это будет стоить 5,3 миллиарда. Вот они вложились на 5 миллиардов, и вы думаете, что они не хотят получить с этого доход? Кстати, здесь скажу не кстати. Моя версия такова по поводу вот этих вот, что Россия вместе с Ираком специально вот это подпалила, значит, налила каких-то там химикатов на эти провода высокоскоростных поездов, и в пяти там где-то направлениях они не могли поехать. Так вот, я так сильно подозреваю за несколько часов до начала Олимпиады. Конечно, на мне креста нет, я могу ошибаться, но у меня такое чувство, что никакой ни Россия, ни Иран там вообще ничего такого не собирались делать, потому что, сами задумайтесь, вложено огромное количество денег. Значит, тут такие страсти, мордасти. Вот, решение проводить Олимпиаду, помните, как они сказали, у нас нету сложность организации у нас, у этих других стран. А здесь, на берегу, идея была такая, что все соберутся на берегу вдоль сены, не надо строить стен, как говорится, вот, и вот все будут веселиться, развлекаться, возможно, будут раздавать бесплатно им что-то увеселительное. Вот, и всем будет весело, всем будет очень хорошо. Ну, зачем лишние, как говорится, проблемы? Ну, зачем? Полицейских не хватает. Поэтому, как говорится, списали на кого-то, вот, и, между прочим, между прочим, не такая уже эта идея глупая, как некоторые могут подумать. Сейчас я вам скажу, почему. Значит, понимаете, нет, вот, например, у меня сломалась стиральная машинка, да? Вот, она у меня сломалась, а у меня есть еще гарантия на нее, действующая, вот, в течение трех лет. И что, правильно, мне даже могут заменить. Вот, а если у меня прошло три года и пять дней, допустим, да, и она сломалась, мне кто-нибудь что-нибудь заплатит? Нет, никто. Поэтому, когда есть страховка, да, о страховке написано от непредвиденных факторов, таких, как, например, злостное какое-нибудь, вот это вот на букву Т начинается, на акт кончается, понимаете? Вот, поэтому я так подозреваю, что, зная французский юмор, я же вам сказала, что это французский юмор, он своеобразный. Вот этого дядька, который придумал вот эту вот бабу, поющую без головы, или якобы бога Диониса, его спросили, он такой молодой, а зачем ты это придумал, такую хрень? А он сказал, что никто никогда не посмеет меня обвинить в том, что я здесь что-то пародировал. Ничего я не пародировал. Это просто вот такой вот у меня творческий изаж, это ее, вот, и это бы... И я просто так хотел, вот я хотел, я творец, я так вижу. Вот я увидел, какие у вас проблемы. У вас какие-то проблемы ко мне? Никаких проблем. Он получил, между прочим, беженых денег, у него уже работать не надо до конца жизни. Так вот, что было написано в 17-м году? Еще в конце мая американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, Олимпийские 28-го в Лос-Анджелесе. Источники газеты утверждали, что для властей американского города проведение игр в 28-м году будет финансово, целесообразно и полезно. The Wall Street Journal уточняла, что обсуждение столиц крупнейшего спортивного предприятия вновь активизировалось, когда газета, когда глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Горзетти и председателем Олимпийского комитета Ларри Пропсом. Ну вот, и тут же написано, что в 20-м году пройдет в Токио, а предыдущая была в Рио-де-Жанейро. Значит, 5-го сентября 2017 года та же самая РБК выпускает огроменную статью под огромным заголовком, называется так «Бразилия начала расследование взятки при выборе Рио столицы Олимпиады». Бразильская полиция ведет расследование международной коррупционной схемы по покупке голосов членов Международного Олимпийского комитета, которые в 2009 году проголосовали за проведение игр в Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых штанах. Согласно Остапу Бендеру, бразильская полиция выдала разрешение на аресты и обыски в рамках расследования уголовного дела по покупке голосов членов Международного Олимпийского комитета МОК, проявившийся за проведение Олимпиады 2016 года, в Рио-де-Жанейро сообщает Reuters. Значит, обсудские прошли у главы Олимпийского комитета Бразилии Карлос Аруна Сагнуэроса, также бразильского предпринимателя Артура Совреса, Фильо по прозвищу Король Артур. Король Артур. Как романтично, да, звучит. Интересно, почему этот предприниматель Король. Сообщать ТВ Глобио со ссылкой на неназванный источник федеральная полиция уже ведет расследование международной схемы с переводом взяток через офшорные счета при покупке членов МОК. А вы говорите, тетка вот эта, которая там толстая, когда она это, как это была, как она там, королева вот эта, какого-то там белого порошка. Просто вы меня смешите. Ребята, это, ну, это просто деловые отношения. У них так это принято. В марте 17-го года в газете Лемонт было опубликовано расследование, заметьте, Лемонт, французская газета, расследование о том, что Рио-де-Жанейро стал столицей летней Олимпиады 16-го года нечестным путем. И, кстати, сейчас можно подумать, значит, враги это Россия и Иран. А вот, пожалуйста, гордые и благолюбивые бразильцы. Могли они обидеться? Могли вот они обидеться? Могли. Значит, деньги, о которых узнала газета Лемонт, были переведены на счета компании Паронди какой-то там от Мальком Капитал Групп, холдинговой компании на британских Виргинских островах, с чем я вас всех поздравляю. Вот. По данным Лемонт, Мальком Капитал Групп была связана с вот этим вот отцом, как он там называется, королем и всяким таким. Дальше там же напечатана была такая интересная статья в 17-м году в той же самой РБК называется так «Детективно-беговой дорожки. Как брали взятки в мировой легкой атлетике». Французские власти, опять французские власти в 17-м году, подозревали, что деньги могли быть предназначены для покупки голосов жюри, выбиравшего место проведения импиады 16. И в марте 16-го года начали предварительно расследование этого вопроса. Своё расследование начал также Международный олимпийский комитет. Директор по связям с общественностью комитета Рио-16, Марио какой-то, заявил в марте 17-го года, ревитер, что победа Рио была чистой. Ни хрена не найдёте, не прикопайтесь. Ну а теперь дальше детективно-беговой дорожки.